Я играю в «Что, где, когда?» с 1981 года. Вообще-то я коренной ленинградец или петербуржец. Себя считаю скорее коренным петербуржцем, чем ленинградцем. Лет мне, слава Богу, 25. Женат двое детей. Уже одна внучка есть. Окончил я Ленинградский институт инженера железнодорожного транспорта имени Академика Образцова в 1980 году по специальности инженер в систематике. Просто говоря, я достаточно долгое время был программистом. Сейчас я занимаюсь самыми разными телевизионными проектами на Санкт-Петербургском телеканале «100». «100 ТВ». В Москве его, слава Богу, не видно. Хотя по интернету сейчас все-все смотрят. Занимаюсь переменным успехом. Переменность заключается в том, что после кризиса те проекты, которые у меня были, они были остановлены, а новые проекты на них еще пока денег нет. Занимаюсь в основном игровыми и познавательно-развлекательными программами. Ну, в общем, так получилось, что телевидение у меня появилось в моей судьбе, ну, как понятно, в 81-м году, когда я был. И только-только закончил ВУЗ. Вообще, что ли тогда, я посмотрел перед тем, как играть, начать играть, посмотрел ровным счетом две программы. Ну, может быть, три. Три, как я. И, наверное, как у большинства из вас, мне при просмотре этих программ сложилось впечатление, что я могу играть ничем не хуже тех ребят, которые сидят за игровым столом. Ну, они там сидят париться за игровым столом, ничем ни на что не отвечают, и я на один вопрос ответил, а на другой, да на третий, да там, типа, больше их там, раза в два сидим в диване. И когда я был на пятом курсе, на выпускном курсе моего любимого Лиишта, у меня, как у всякого нормального студента, перед дипломом было масса свободного времени, в последней программе, которую я увидел без моего участия, было объявление. Желающие принять участие в игре, присылайте заявки. Ну, я решил, отчего, если я играю ничем не хуже игрок, почему бы мне не послать и не принять участие в игре? Тем более, что времени у меня много, я думал, что это так все просто. Раз, спасибо. Раз и все. Послал тут же, принял. Ну, во-первых, мне хотелось поиграть, потому что я люблю всякие вот такого рода игры с детства. А во-вторых, мне было очень интересно, как снимается, как делается телевидение, потому что я на тот момент ни разу не был на челецентре, ни в студии, а мне было любопытно, я вообще любопытный человек. Вот я отправил такую заявочку, было это где-то в апреле. Благополучно окончил институт, благополучно пошел работать молодым специалистом, и только через полгода мне пришла отвертная бумага, приезжайте на отбор. Свяжитесь по телефону, по такому-то телефону с редактором программы Наталья Ивановна Стреценко. Наталья Ивановна Стреценко тогда уже была редактором, уже была женой Владимира Ильича Ворошилова. Сейчас она, ну, соответственно, к сожалению, вдавала Владимира Ильича и генеральный директор телекомпании «Игра», которая снимает «Что, где, когда», «Брейнлинг», «Жизнь прекрасна», «Культурно реводится» и еще некоторые программы другие. Вот, и я ей позвонил, она мне объяснила, что надо приехать, я говорю, спрашиваю, за чей счет, за ваш. Причем надо было приехать в рабочее время, пятница, суббота, воскресенье, три дня там был здесь провести, а я молодой специалист, меня с работы плохо отпускают, но у меня были отборы за добровольную народную дружину. Было тогда такое мероприятие, пошел в дружину, тебе дают отбор. И вот я в свой отбор поехал в Москву на отборочный тур. Нас было 90 человек, и в три дня, вот эти по 30 человек в день с повторными вызовами, в последний день нас отсматривали. Из тех, кто прошел со мной тогда этот отбор, ну, многие до сих пор играют, ну, правда, не так, как я, я поиграю без перерыва, а некоторые с перерывом. Ну, фамилии, в общем, достаточно известная, самая известная фамилия, это Валентина Голубева, ваш преподаватель, вот она прошла отбор вместе со мной. Ну, а кроме того, Леонид Владимировский, Никита Шангин, Вита Кравченко, Мила Герасимова. А большинство из этих ребят отмечены хрустальной совой. Вот, кто-то из них еще играет иногда, кто-то уже, к сожалению, нет. Но вот такая была неплохая очень компания. Отбор проходил в январе, и к марту нам сообщили, что вот приезжайте, опять же, за отгулы, но, к счастью, не за свой, а за счет центрального очередения, приезжайте на съемки. И в марте 81-го года была первая съемка, а игры показывали в мае. Вот с тех пор я и играю. Любопытство, что называется, сглубило пушку настолько, что я не только играю все это время, но и изменил свою профессию. Получилось, в общем, очень просто. Я просто работал программистом в некой питерской телекомпании. Телекомпания называлась «Золотой чилиц». Занимался всяким программным обеспечением, все-таки обеспечением. Это жаргон такой компьютерный. Так вот, занимался программным обеспечением, процессы съемок, ну и каких-то других вещей, связанных с действием всей этой телекомпании. И руководители телекомпании сообразили, что меня можно использовать не только по программическому назначению, но и в качестве сценариста, а потом ведущего, а потом еще продюсера. И постепенно, не меняя своего рабочего места, я поменял профессию. Стал заниматься телекомпании. Давайте, ну это вот как бы про мой жизненный путь. Что касается программы самого «Что, где, когда». Программа «Что, где, когда», как вы, наверное, знаете, в этом году ей 35 лет. Правда, сразу скажу, что есть в этом некое лукавство частично. Примерно такое же лукавство у наших петерских руководителей Петерского университета, которые имеют наглость выражать, что Петерский университет старше московского. Хотя известно, что Московский первый университет. Но вот у нас, дескать, тоже университет, и он, дескать, вырос на основе академической гимназии, которая была основана в 1725 году. Правда, ничего, что она там потом несколько десятилетий прекращала свое существование, но все равно вот мы первое учебное заведение. Точно так же с программой «Что, где, когда». Само название «Что, где, когда», первая программа «Что, где, когда» действительно появилась 4 сентября 1975 года. Только выглядела она совсем не так, как выглядит сейчас программа. В программе «Что, где, когда», той самой первой, впервые на телевидении Владимир Яковлевич Ворошилов, автор, первый режиссер и первый ведущий программы «Что, где, когда». Он придумал, вот в самую первую программу он придумал игру между двумя семьями, семей Петровых против семей Кузнецовых. Сделал один из первых телемостов между квартирами и задавался вопрос этим семьям. Семьи как-то там ввели себя органично в своей квартире. Кто-то готовился, кто-то пытался найти в словаре ответ на этот вопрос. В общем, передача была так себе, но название «Что, где, когда» впервые появилось именно в том году, в 1975. А потом уже вот в современном виде программа появилась в году в 1978, в самом начале 1978 года. То есть вот настоящий «Что, где, когда» ему чуть меньше, ему 32 года, а не 35, как считается. Но тем не менее, можно считать, что и 35, в этом году юбилейная серия идет 35 лет «Что, где, когда» как название. Я сказал, что первым ведущим программы «Что, где, когда» был Владимир Яковлевич Ворошилов и соврал. На самом деле первым ведущим программы «Что, где, когда» был Александр Васильевич Масляков. Он вел программу в кадре. Дело в том, ну, на мероприятии, организованном юбилейским клубом, об этом особенно уместно рассказать, дело в том, что Владимир Яковлевич Ворошилов, автор и создатель программы, он вообще был большой телевизионный человек. Ну вот, как человек, занимающийся телевидением, я понимаю, что это была очень крупная величина на нашем телевидении. Он был гением телевидения, такой же, как Пушкин в поэзии, Моцарт в музыке, Рафаэль и Микеланджело в жирписи. Вот Ворошилов был такого уровня в телевидении. Понятно, что это совсем разное искусство, но тем не менее, я его, за свои слова, сугубо готов положить голову на эту трейбу. Тем не менее, у Ворошилова телевизионное образование было третьим. Он поучился в МВТУ имени Баумана, потом окончил Судебовское училище по специальности театральный художник. И только в 67-м году он окончил высшие режиссерские курсы при Центральном телевидении. Первый выпуск. Самый первый выпуск. И он начал работать на телевидении в молодежной редакции с программой Апцион. Такая немножко длинная история получается. Программа Апцион заключалась в следующем. Заговол с тема Апциона и участники. Ну, как в Апционе. Кто больше, кто последний, допустим. Ну, назвать, я не знаю. Последний Апцион, который закрылся, который закрыл этот цикл, был посвящен к 8 марта. Они это самое, там, выдающиеся женщины, наверное, было называть. Ну, вот, в качестве приза последнему, кто выигрывал Апцион, был очень хороший подарок. Цветной телевизор «Радуга». Первый цветной телевизор. Советский. Тоже как раз вышедший 50-летие в советской власти в 67-м году. Очень дорогой, по тем временам, очень ценный подарок. Вот. Ну, последняя программа, я как раз сказал, была посвящена выдающимся женщинам. Прямой эфир. Прямой эфир практически. И там оставалось два человека, которые вели долгую борьбу, и победитель побил человека, занявшего второе место. Второе место. Это был 68-й год. 68-й. Побил Голдой Мир, израильский премьер-министр. Когда эту программу увидел председатель гостей Радия Лапин, он сказал, программу закрыть, а режиссера, чтобы я эту ждустку-морду больше на экране не видел. Ждустку-морду был Владимир Лапич Ворошилов. И его уволили практически. Но человека, который занимается творчеством уволить, очень трудно. Особенно человек такого масштаба, как Ворошилов. Поэтому его коллеги ему давали тихонечко работать. Ну, вот, не в кадре. Он снимал, например, была такая серия «Твоя биография». Было 60, прошу прощения, 50 фильмов, посвященных 50 годам, начиная с 22-го по 72-й, 50 годам Советского Союза. Если кто не знает, Советский Союз был основан в 1922-м году. Он по каждому году был посвящен фильм. Ворошилов снимал очень-таки показательные года, 1948-1949-й. Потом ему дали, он придумал игру «А ну-ка, парни» у вековичного высоспекта. «А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни» выручает премии и тот же потихонечку делал, находясь за кадром. Ну и вот когда он придумал «Штруди, когда», понадобился ведущий. Ну и первым ведущим был Ворошилов, а Ворошилов был режиссир. Но потом стало понятно, что Масляков не слишком хорошо вписывается в «Штруди, когда». И тогда Владимир Вякович сам стал ведущим, но выполнял распоряжение президент «Люгости радио» и его уже «Горскую морду» было не видно в кадре. То есть это пример того, как человек негативные для себя обстоятельства использует себе в пользу. Он так и не появлялся на экране до 93-го года, заинтриговав всех телезрителей программы «Штруди, когда». Голос слышен, видно человека, не видно, кто же это такой, почему он ведет за кадром. Интрига была ужасная. Удачный пример использования неудачных обстоятельств, на мой взгляд. В Ортголу начиная с 1986 года, с 1986 с октября месяца, что никогда стало выходить в прямом эфире. До этого снимали по три программы сразу, в три дня, снимали в реальном времени, но потом монтировали и показывали в записи. Иногда бывали достаточно замечательные ляпсусы. Например, та игра, в которой я впервые выгнали из клуба навсегда. Вы взгляд смеетесь, меня выгоняли навсегда четыре раза. Ну, как это те из вас, кто, может быть, как я, очень любит Ярослава Гашко, покажение Браво Солдата Швейка, это там тоже был один из персонажей второстепенных, которого четыре раза выкидывали с Нестли, а он все время появлялся в квартире литкурата Каца. Вот, и я точно так же, меня все время выкидывали, а я все время все равно пытался как-то обратно вернуться. Такой стоил и когда меня, но потом, когда я получил уже первую сову, я стал бессмертным, и тут уже выкидывания прекратились, пока меня не пытаются снова выкинуть навсегда. Ну как, простая история, человека выгнали навсегда, потом можно опять прийти на отбор, можно опять попроситься тебя снова, потом три второй раз меня выкинули навсегда, я пролез через Брейн-ринг, наша команда стала победителем первого самого чемпионата СССР по Брейн-рингу, у меня уникальный, два уникальных, уникальный типов, дважды чемпиона СССР по Брейн-рингу, вроде кому-то еще удастся добиться такого результата, вот, ну и когда мы стали первым чемпионом СССР по Брейн-рингу, я, нам пригласили, вот команду, знаменитую команду Блинова, нас пригласили в Школе никогда, это вот второй раз, потом нас выгнали еще раз, мы поставили навсегда, нам отдал свою игру Козлов, мы попытались отыграться, отыгрались, а потом еще раз вылетели тоже навсегда, но там нас выкупили спонсоров за день, ну вот, с тех пор, пока все тихо, так вот, когда в той игре, которая меня в первый раз выгнали навсегда, мы проиграли естественным образом, но, как я говорил, снимали три игры, эта игра была третья, то есть ее показали через три месяца после съемки, даже через четыре, потому что пока монтируется, пока туда-сюда, я смотрю на свой позор, как мы проигрываем. Там был вопрос, выглядело, ну, по крайней мере, во время съемки выглядело это так. Помощник, ассистент выносит на стол топор, и хорошо говорит, внимание, вопрос, что будет в пространстве с топором, если забросить куда подай. Ну и команда долго обсуждала этот вопрос, дала неправильный ответ, а смысл вопроса это в чем, что вот этот вопрос это сдает Карамазов, в романе «Братья Карамазовы» сдают черту. И черт говорит, что за идея по-французски он будет вращаться вокруг Земли в виде спутника. То есть вот слово «спутник», как космическое тело, ввел обиходит Михаил Жестаевский, именно в романе «Братья Карамазовы». Ну, мы что-то там отвечаем, Ворошилов говорит, нет, неправильно, цитирует правильный ответ, что вот вспомнил это. Неправильно он будет вращаться в виде спутника, и именно вот эту идею, это слово предложил в романе, посидеть с чертом, ну вот это вот всего. Я смотрю, значит, что получается в эфире. Внимание, вопрос будет, Ворошилов, что будет с предметом ом, если забросить, куда подали. Ничего не понимаю. Дальше из всех предметов знатоки, ну и я в том числе, как идиоты, почему-то выбирают топор и обсуждают топор. Ну, ну дальше, значит, ничего не отвечает, Ворошилов тоже говорит, что, но он будет вращаться в группе в виде спутника, ну то, что он говорит, но там вот в ответе он топор не упоминал, я ничего не понимаю, вот просто ничего не понимаю, звонил в Москву. Всеочная группа, все тоже Наталья Ивановна и Сынкова, говорю, Наталья, Наташа, что это такое? Она говорит, понимаешь, какая штука? Пока программа лежала, ровно за три дня до выхода программы, министр иностранных дел Андрей Андреевич Гранука, министр иностранных дел Советского Союза, выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с инициативой неиспользования космического пространства в военных целях. И поскольку топор оружие, но Ворошилова не было в Москве, поэтому нам пришлось вырезать из фонограммы слово предмет, вырезать топор из вопроса и вместо топора вставить предмет, присоединив к нему конец топора. Понятная история. Так было во времена ООНа. Еще два раза существенно влияла политика на что ли и когда до прямого эфира. Первый раз, это была последняя программа, на силу которой я не присутствовал. это был 79-й год, конец. Показывали, ну вот как раз в 80-м году, как вы знаете, в 79-м году Советский Союз тоже всего Афганистан, а у нас была должна быть Олимпиада, ну и так далее. И к Олимпиаде Владимир Абридович подготовил вопрос спортивный по поводу связанности с боксом и демонстрировал различные боксерские приемы лучший друг Советского Союза, защитник прав нигров угнетенных в Соединенных Штатов, чемпион мира в тяжелой весе Мухаммед Али. Он же Кассиус Клей. Сняли вопрос, все хорошо, но пока программа лежала, лучший друг Советского Союза превратился в Суку и поехал в Африку агентировать африканские страны, чтобы они не ехали на Олимпиаду. В связи с этим, конечно, тот же вопрос надо было вырезать. Вопрос вырезали, счет изменился. Вот. Все хорошо. А второй раз, вот этому второму разу я был свидетелем, естественно, через четыре года мы уже не захотели ехать на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. А в разу вот опять подготовил вопрос, посвященный Олимпиаде. Вопрос был смешной. на стол команде вынесли клетку, ну вот клетку из-под совы, сейчас вот показывают просто сову в самом начале, а когда-то, когда программа выходила в записи, мне вставляли кадры, где сова сидит в клетке. Ну, это не сова, на самом деле, это филин, если быть точным. Вот этот филин сидел в клетке с латунными пручами и там тихо кемарил. Пару раз его сняли, когда он все-таки глаза открыл, и потом это все вставляли там периодически в программу. Вот, вынесли в этой клетке из-под совы, из-под филина, вынесли живого бобра. Не знаю, наверное, не все видели живого бобра, во всяком случае, вблизи. Надо сказать, что живой бобер, особенно того, который его вынесли, достаточно матерый зверя. Ну, вот такого размера, вот такого, то есть, ему в клетке было тесно. Причем, ну, настолько тесно, вот это вот размер его самого, а еще вот такой же, если не меньше, не больше, у него хвост, ну, который он там плавает, вот это все, это достаточно такое мощное животное. Вот вынесли этого бобра в клетке, надо сказать, что латунные брути этой клетки за минуту обсуждения два брута этот бобер перегрыз. Просто как нефиг детки. Вот, затем вышел помощник в спортивной форме с рюкзаком и вынес на руках таксу, опять-таки, живую, рядом, там, чуть-чуть сбоку от этого помощника семенила хозяйка, там, чтобы такса, вдруг, что-то не это самое. Ну, и держит, таксу, так на бобра косится, бобер свое тело знает, он брути грозит. Вот, а команда сидит и все на все на это смотрит. Ну, и прошло спрашивать, тогда помощника звали Андрюша, Андрюша говорит, а вот какая веселая компания, вот какая веселая компания. А вы Андрюша ничего не забыли? Андрюша был хороший артист, тогда еще студент Щукинского училища, пока что нет, все в порядке, хлопает себе по рюкзаку, все хорошо. Он все время играл помощника без слов. Ну, говорит, но тем не менее, вам надо сказать, кто у него в рюкзаке. Вот, правильный ответ в рюкзаке у него Мишка Олимпийшка, ну, олимпийц. Потому что боберок это символ Монреаля предыдущей Олимпиады, дома московской, такс это символ Мюнхена 1972 года, 76-го Монреаля в обед, ну, а Мишка Олимпийшка, маленькую, так, он в конце выдащил. Знатоки на этот вопрос не ответили, потому что, ну, в этот раз не я сидел за столом, но мне было прикольно. Особенно было прикольно, я тоже не ответил, но просто мне понравилось обсуждение, я завораженный слушал. Значит, в общем, окончательный ответ, что в рюкзаке у него кошка, потому что, когда таксу натаскивают на бобра, то в нору бобру запускают кошку, такса за кошкой, значит, бежит, и, вот, надо видеть, на самом деле, вы представляете себе, но я описал этого бобра, разница в весовых категориях между бобром и этой таксой, но существенная. Что будет делать такса, такая мелкая такса, залив, когда она влезет в нору бобру, плохо себе, ну, я плохо себе представляю. А самое-то главное, что бобра, они, конечно, живут на суше, домики вот эти бобриные, но вход в нору бобра под водой, то есть они ныряют дальше во вход и дальше вот в этот самый домик. Как туда засунуть кошку, ну, плохо. Ну, неважно, в общем, ответили неправильно. Ну, и, как всегда, как всегда, значит, Олимпиада, мы, Олимпиада, тема запретная, мы на Олимпиаду не едем, вопрос надо вырезать. И вот тут Рашилу очень сильно повезло, в чем тоже была польза, в общем, не совсем прямого эфира. За один вопрос до этого команда знатоков вот один из реликих случаев, по-моему, как бы, ну, не единственный точно, но два таких случаев в моей памяти было. Один из них вот, пришелся очень, кстати, Рашилу повезло, задали вопрос, почему верблюд, почему караванные пути не по кратчайшему расстоянию, а петляют. Почему караванные пути петляют? Значит, наши долго думали и сказали, что караванные пути петляют, потому что караван идет от колодца к колодцу, а нет, не так. Наши сказали, что караванные пути петляют, потому что верблюд прокладывает дорогу по местам наименьшей силы тяжести, то есть там, где ему легче нести поклаж. Ну, понятно. Места наименьшей географической силы тяжести. Физики сидели за столом. То есть, ну, верблюд он такой умный, что вот он. На самом деле, это не Лешеров, потому что есть разные точки зрения, да? Правильный ответ, потому что караванные пути идут от колодца к колодцу по тем местам, где когда-то текли реки. Так вот, реки как раз, они текут по тем самым местам наименьшей геодезической силы тяжести. Ну, понятно, куда это можно. То есть, ответ, ну, причины одинаковые, да, только поданы не по-разному. Но формально, вот вербально, да, два ответа разных. Ну, и там наши физики стали базарить. Ворошилов понял, что они базарят в тему. И сказал, ну, ладно, давайте переиграем. Давайте, этого вопроса не было, давайте переиграем. Ну, они стали переигрывать. Так вот, то есть, он не хотел этот вопрос пускать в эфир. А присловуешь, потому что, ну, как, наши неправильно ответили еще и на вопрос про Амешку-Олимпийскую, чтобы счет не изменился, пришлось ставить, ну, вот кусок с неправильным ответом про это самое. Счет не изменился, хотя бы, слава Богу. Вот такие вот у нас были, вот что было в прошлые годы, когда не было свободы. С 86-го года, с октября месяца, такие финты перестали быть возможными, потому что все выходит в прямом эфире. Вот как есть, так вы и видите. Звукооператор, звукорежиссер Наталья Путалова, лауреат премии ТЭФИ, только успевает микшировать различные неформальные выражения разных игроков, произнесенные в разное время. Вот. Удается это успешно, единственный раз, когда она не поспела, это когда главный оператор и первый оператор программы, что никогда Александр Фукс лучший оператор страны, пока он был жив. Он однажды пытался выскочить из домика в нескольчем саду и вот так, ну вот, через двери, тут он наступил на кабель. Он так заорвал кабель, суки, что Наталья Путалова не успела это делать. Так в эфире это у меня где-то в эфир пошло, ну и у меня в архиве на записи есть. Вот. Поэтому все снимается в нескучном саду с 90-го года. Переехали мы в нескучный сад. Так получилось, что команда длина была. Я прошу решения на ответить. Максим, я сейчас не могу. на самом деле я специально не выключил этот телефон, потому что в наше время будет определяться вот сигналом. Когда мне позвонит Витя Сиднев, тут же вот я уже решил, что это он приехал и мне пора закругляться. это не он. Прошу прощения. Итак, первая команда, которая играла в домике в Нескучном саду, это была команда Блинова, мы открывали этот дом. Мне вообще повезло. я уже говорил, что я первый чемпион по бурену, я участвовал в самом первом прямом эфире, я первый магистр, так получилось, что я был первым чемпионом мира по штору, где когда, потому что движение варшинское, вот это вот, оно растет и приятнее. Даже у вас в институте есть клуб, который я всячески рекомендую посещать тех, кто интересуется нашей игрой. Это не совсем то, что вы видели по телевизору, но это тоже достаточно интересно. Узнать, у вас есть такой клуб и позанимайтесь, может быть, походите, посмотрите. не всегда люди, которые занимаются в таких клубах, производят адекватное впечатление, но может быть, вам понравится. Первый чемпион мира, ну еще, ну первый магистр, я уже сказал, много чего первого было в этой мере на моей жизни. Продолжаю, возвращаясь к теме вопросов, за игру нам не платить. всех очень волнует, получаем мы деньги или нет. В свое время, когда мы играли на собственные деньги, вот тогда вообще, вот, ну у вас же там игра на деньги. Ребята, вот хочу сказать, игры на деньги для нас нет уже 10 лет. Деньги выигрывают только телезрители. Лучший игрок в серии может получить приз единовременный. Приз 300 тысяч. С него надо заплатить налоги. Спасибо большое, в последнее время мне удалось доказать, что платить своих денег на налоги 13%, а не 35%, потому что это не имеет наш выигрыш и не имеет отношения к рекламе. Вот. Дальше надо разделить на шестерых, поскольку без команды никто не выигрывает. Ну и понимаете, сами что-то примерно 50 тысяч, чуть меньше, чем 50 тысяч в серию, на человека для выигравшей команды. 200 в год не выигрывает никто, а чаще бывает, что и вообще не выигрывает никто. Там было несколько лет, когда ни одной серии не выиграли, и все везу хотели везу. То есть это дело не денежное, мы не профессионалы, каждый работает в своей сфере. Когда мы играли на тень, где-то было, последний раз играли в 2000-м году, там тоже была смешная история, там ставки мы ставили, деньги копитки и выигрывали, но был случай, когда мы вместе с сыном приехали на игру, вместе играли, вместе ставили, игра была выиграна, а мы оказались в програли на 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей, чтобы вы не пугались, это нединаминированных, то есть попросту говоря минус 600 рублей у нас еще после выигрыша оказывалось, ну говоря современными сетками. Поэтому денег никто не выигрывает, все просто азартные игроки. Когда-то играли на книжки, играли на книжки, потом играли на деньги, играли на деньги, сейчас играем ни на что и все равно играем. Игра того стоит. Мне самое большое, что нравится, главное, что нравится в этой игре это тот азарт, который она дает. поэтому я так долго вот и играл. Упомянул и, ну, сейчас сказал, что мне две дочки, обе играли в что-то когда, но играют в что-то и тогда. Обе получили по хрустальной сове, причем младшая получила, младшая Марина, получила хрустальную сову, еще приворошила. в последнюю серию юбилейную серию 25-летия программы что-то дефектом она играла в той игре, где играли дети знатоков. Игра шла знатоки 21 века. Вот она играли дети знатоков, Марине тогда было 18, нет, прошло чем 17, она же школу закончила, училась в музее, но в общем были и постарше, были и помладше, то есть за столом их сидело не 6, а 9, потому что еще было несколько соседей смышленных, в частности с Мариной на одном стуле сидел сын Бори Еремина, Еремин младший, ему на тот момент было 10 лет назад, ему было 6 лет, нет, 7 лет. Он просто сидел как завороженный, но с собой им дали одну на двоих, понятно, что Марина отвечала, а он просто сидел, но с собой у них одна на двоих, правда, он не претендует, понимая, что сейчас по крайней мере уже не претендует. Ина получила с собой чуть попозже в команде Алисе Мужина. Надо сказать, что именно первая появилась в программе, где когда получилось, это независимо от желания родителей, так получилось. то есть на самом деле я обеих дочек приучал к игре «Что-то никогда», исходя из тех соображений, что игра «Что-то никогда» очень полезна для молодых людей, для детей от 12 до 25 лет, да что ж такое-то. Неужели это ведь? Что же я? Не могу говорить. Знаете, свои издержки, то есть так все хорошо продумано, но все звонят почему-то. Должен был быть один звонок, извините еще раз. Так вот, игра что-ли когда очень полезна для детей от 12 до 25 лет? Почему? Потому что она вырабатывает качество, я считаю, что она вырабатывает качество очень полезное для этих людей, вообще для людей, а именно умение работать головой самостоятельно работать головой, самостоятельно работать головой в коллективе, умение самостоятельно принимать решения и умение самостоятельно за эти решения отвечать. Все, что я перечислил, это то, чего нашему поколению не хватало. У нас целенаправленно отучали это делать. Мы должны были не думать, мы должны были делать то, что нам говорят вышестоящие люди. начальник отдела, директор завода, инструктор райкома партии, ну и так далее, вплоть до генерального секретаря. Думать самому не поощрялось. Валентина Ивановна не даст соврать. Аплодисменты. Это не Матвиенко Валентина Ивановна, это Глобева. На всякий случай кто не знаком, двукратный обладатель Хрустка Алисана. И поскольку я так считал, что это полезно для детей, я решил, как честный экспериментатор, поставить эксперимент на своих детях. И предложил им поиграть, что никогда. Если бы они не захотели, ну что же, ну не захотели, не захотели, но они захотели, им понравилось. Хоть что-то у них начало получаться. Ну просто потому, что они в общем росли вселетезно таков. Ну я сам играл, да, и друзья, вот та же Валентина Ивановна, которая сажала ее писать на горшок в свое время. Да, этим занимался Вова Белкина, это правда. Ну в любом случае, вот как бы. Образно сажал. Поэтому круг друзей тоже определился игрой, и вокруг «Идите, идите» вращались вокруг, ну в среде этих на таком. И поэтому им было проще научиться играть. Но первое, что Инна сделала, это выиграла юношеский блин-ринг. Тогда не было вот такого безобразия, как сейчас, когда детские команды играют против взрослых. Понятно, что у детей без шансов при всех сторонах Козлова дать им выгоди. А тогда дети играли между собой. И вот Инна в составе сборной, она своей команде проиграла и решили создать сборную. Собрать шесть человек из шести стран. Азербайджан, Армения. Что интересно, две девочки сидели рядом со столом. Азербайджан, Армения, Украина, Россия, Молдова и Белоруссия. От России была ИИНА. Это командование неожиданно для самих себя со свистом выиграло у всех, у кого только могло. Эту игру увидел у Рашил и говорит, прекрасный день, у меня одну прекрасную ночь, полдвенадцатого раздался звонок, я снял трубку, но я уже понимал, что в такое время обычно звонит Ворошилов. Алло, это Ворошилов, мне на следующий игре нужна твоя дочь команде. Я говорю, ничего, Владимир Григорьевич, что у нас команда в ней состав полный. Меня это не интересует вам, но хорошо не интересует и не интересует. Я говорю Женя, что хочет, он говорит, не в коем случае через мой труб. Зачем ребенку, 14-летнему, зачем ребенку вот этот крупный план на Первом канале, ну тогда на ОРТ. Ну, говорю, хорошо, позвонил не Ворошилову, а позвонил. Редактор Катарис занимается работой со знатоками. Говорит, такая история, передайте Владимиру Леонидовичу, что жена спасала через мой труб. Через два дня звонок, опять полдвенадцатого. Это Ворошилов. Жена дай. Алена берет крюкку, дальше, ну, я слышу, что она отвечает, а потом она мне пересказывает, чего это самое, чего Ворошилов говорил. Ты говорит, против, чтобы Ина играла? Да, говорит, против. Почему? Боюсь, что она у вас испортится. Она у тебя все равно рано или поздно испортится. И вот тут я взял слабую жену. она долго ругалась, сказала, что я этому году докажу, что имя у нас не такая. И она дала добро, но дальше было немножко легче, потому что дальше собрал команду, говорю, ребята, вот такая история, требует Ворошилов это самое, я не буду ничего предлагать, но в общем мой голос воздержавшийся, решать. И они решили, что Ина заменит первый гантелян, который в тот момент был кормящим и не очень могла ездить, по мнению команды. При этом решение этом Ири сообщить должен был я. Ну, я сказал, ну, хорошо, значит, даже если я против такого решения, вас четверо, а я один, ну, что ли. Ира на собрании не было, может быть, поэтому. Тем не менее, пришлось мне Ири об этом сообщить, Ири сообщил. Сделав все возможное, чтобы этот толчок бедра произошел для нее наиболее безболезен. Но, надо сказать, что она не глупая женщина, она все поняла, действительно, она не очень могла, ей было наброшено, она мать-единочка, кормящая. Вот. Ну, мы с ней остались, во всяком случае, в приличных отношениях. И на первые села играть в июне 95-го года, ей еще не было 16-ти. 16-ти ей исполнилось практически уже за столом. Вот. Он тоже с тех пор играл с перерывом на дефектный выпуск. Что еще рассказать? Сейчас, после смерти Ворошилова, ведущий Игорь «Что-ли-де-когда» его пасынок, сын Натальи Иванова Стеценко, который я говорил, Борис Александрович Крюк. Попасть на игру можно, но очень сложно. Есть сайт компании tvigra.ru Правильно, да, было tvigra.ru Там на форуме есть отдельный раздел, как попасть в охотничий домик. Почитайте, там какие-то голосования происходят, ну и так далее. Особой счастливцы в количестве трех-четырех человек попадают в гости. Как позвать вопрос? Опять же, на этом же самом сайте есть раздел «Вопросы на игру». Там есть несколько вариантов. Самый простой вариант в армамент игры попытаться задать вопрос в 13-й сектору по интернету. Дело непростое, но для настойчивых людей вполне реализуемое. В частности, один из Уильны, она сейчас преподает в университете экономики и финансов в Санкт-Петербургском, у одного из ее коллег был мальчик, но как он и сейчас есть, только он уже не мальчик, десятиклассник. Неплохой, но там, я их называю хакерами. Это не значит он был на самом деле хакер, но он был задвинут на программирование. Он написал мейер. Это программа, которая посылает письма автоматически по такому-то адресу. Быстрее, чем это делает человек. В результате, ну как там, частоту миллисекунды он посылает, или там, в сотни-толи секунды посылает письма. В результате этого мальчика в двух смежных сериях последней игры допустим весенней серии и в первой игре летней два вопроса сыграли. Я не знаю сколько тысяч им туда писем отправил, но у него сыграли два вопроса с помощью этой программы. В первом случае он выиграл, получил, по-моему, то ли 30, то ли 40 тысяч рублей. Ну, естественно, мальчику понравилось, он послал вопросы, он в следующую игру опять заведил эту программу. Во второй раз он проиграл, но ему уже стало не очень интересно, больше он не пытался. Если вы умеете писать в мальчиках, попробуйте, у вас шансы возрастут. Так, как попасть в телеклуб, играть? не к гостям, а играть. Один из путей это вот как раз ваша местная ячейка, ваш местный клуб. Поиграть несколько, ну, прийти, поиграть. Здесь потренироваться, показать какой-то результат, стать известным, произвести впечатление на съемочную группу, попасть на отбор, произвести впечатление на съемочную группу и попасть в домик. Это первый путь, он достаточно трудоемкий. Второй путь, он тоже трудоемкий, но мне радостно сообщить, он вполне увенчивается успехом. Как вы знаете, есть такая штука, вот как раз завтра мы будем играть как команда МТС. Команда МТС наполовину составляет старые игроки, что ли, когда наполовину составляет новое. Но не бывшие на экране. Или так, будем говорить, бывшие на экране немного. В частности, в этот раз к нам добавится один человек. Я этому человеку год назад, когда узнал, что у нас будет место, я ему сказал, Леша, посылай ответы, играй, посылай смс-ки, как заведенный. Если ты так будешь делать, большая вероятность того, что ты попадешь. И он в течение года играл, и буквально на прошлой игре обошел лидера одним вопросом, правильным ответом. И он попал. Мне это особо приятно, потому что, как я это дело просчитал и направил его на этот путь, мальчик этот играет в моей команде в Питерской. у нас есть спортивный, что как раз ключик занимается лазить в клубе, а мальчик этот играет просто в моей команде. Завод его Леша Рабин. Я очень рад, что мы с ним просчитали и все правильно сделали. Просто неимененное сердце, мальчик день. Можно уже завтра не выигрывать, просто вот уже радость от того, что ты сделал то, чего хотел, добился. Ну, он добился, а я ему рассказал, как этого добиваться. Это вот самая большая, уже сам по себе радостная история. Мальчик зовут Леша, фамилия Леша Рабин он будет играть завтра. Но это пока секрет. А вы уже знаете. Мы, естественно, мы знаем, потому что через час ровно, через час у нас тренировок с ним. Ну, с остальной командой. Нам-то с ним тренироваться не надо, мы с ним уже два года играем, а он тренируется с остальными. Я себе обращал задачу просто если бы был совсем незнакомый человек, мне было бы сложнее. Но неважно. Это вот второе будет попадание в телеклубе. Что еще? Какие еще вопросы спрашивают? А, если вы посылаете письма, предмет посылать не обязательно, предмет они найдут сами. Потому что я еще хорошо помню, когда я был молодой, играл первый год, поскольку снимали записи, а москвичи все были заняты, они работали, приходили только на начинку, а мы приезжали иногородние, мы были безделики, нас припахивали для хозмошки. Я еще хорошо помню, как я в молодежную редакцию у Останкина тащил эту 15-килограммовую посылку, когда распаковали, в ней оказались образцы дров. Челезвитель спрашивал, какие дрова лучше горят и почему? Прислал образцы? Не надо. Если ваш вопрос интересен, с вами свяжутся, дальше что надо они сами найдут. Вплоть до подвески ордена подвески, значит, орден подвески, его там знак, принесли его на игру, я хотел спирить, мне сказали, так о да, это же настоящее. Пришлось взять дачу, они сами нашли. Семочная группа вполне справляется с этими задачами. так, что еще? Ну, косвенно, кто обычно спрашивает, на что лучше было играть, на книжки, на деньги, я уже на этот вопрос ответил, очень плохо было играть на книжки, потому что играли в те времена, когда книга была лучшим подарком, а так быть не должно, книгу я должен иметь возможность пойти и купить, если у меня достаточно на него денег. Играть на деньги мне больше нравилось, но сейчас они играют ни на деньги, я уже сказал, ни на книжки, а играют просто так, все равно играют с большим интересом. Что еще спрашивают? Сейчас я еще судорожен, что-то я еще забыл сказать из обязательной программы. А как тренировки проводят? Да, но тренировки проходят, тренировки и отборы проходят точно так же, как и игра, только без камеры. Сидит команда, сдаются вопросы, это вопросы вот в съемочной группе, это вопросы, которые не взяли на игру. То есть это 100%, но вот вы посылаете вопросы, за год приходят около 120 тысяч писем с вопросами. В год расход, это приход, а расход 200. Очевидно, что есть вопросы, которые по каким-то причинам редакции не подошли, но не настолько не подошли, чтобы их выкинуть, а настолько не подошли, чтобы на них потренировать. Ну вот, на них тренировались. Сидит команда, задается вопрос, минута обсуждения, через минуту капитан говорит, ну все, все как вы видите здесь. Аналогично происходят тренировки команд для, ну вот, спортивного, что ли, когда для соревнований. Там источник вопросов различные соревнования, которые проходили в других регионах. Наверное, я еще сказал, если есть чего спросить, спрашивайте, потому что скоро опять раздастся этот звук палочка. У вас вопрос есть? Да, пожалуйста. Меня зовут Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за вопрос. Алексей, понимаете, какая штука? Вот коммерциализироваться, ваше понимание, игра начала еще при Ворошилове. Вообще, вот, значит, игра все время, почему она живет 35 лет? Потому что она все время меняется вслед за, или одновременно с жизнью страны. И посмотрите, вот я говорил про олимпийские вопросы, которые вырезали, да, это же вот как вопросы на злобу дня. Больше того, когда в стране была продовольственная программа, у Ворошилова был вопрос из продовольствия программы про плевес-отвес крупного рогатого скота. И вот это вот всегда оно присутствовало в игре и продолжает присутствовать. Но хочу сказать, что еще вот почему игра живет так долго? Она многослойная. Почему я смотрю самые разные люди? Несмотря на что она выходит черт знает в какое время. Потому что она ориентирована на самых разных людей. Кто-то смотрит просто вот очко туда, очко сюда. Кому-то приятно посмотреть на девушку капитана. Якобы красивую, якобы умную в одном флагоне. Ну, потому что по-разному бывает. О, да. Кто-то красивый, а кто-то умный. исключение из этого правила здесь присутствует. Но я уж не буду так грубо льстить. А вот. Ну, и, короче, говоря, вот на это. Кому-то интересна музыкальная пауза. Когда были деньги, кому-то интересно было, ах, вот черт, вот они там 300 тысяч выиграли. Не динамированные, а 300 тысяч просто 300 рублей. Вот это было интересно. А есть люди, которые смотрят внимательно и пересматривают по нескольку раз, минуту обсуждения, как люди справились с ней, как они думали головой, как у них рождалась мысль, неважно правильная или неправильная. И что происходило вот как раз в этот самый главный момент игры. И вот на мой взгляд, вот это чем хороша программа, что Ворошилов придумал игру, где самое главное, ну вот как в ресторане, да, главное блюдо, ну вот само блюдо неизменно, а гарнир может быть разным. Кусок мяса может быть с картошкой, может быть с горошкой, может быть с гречей, может быть с рисом и так далее. Но кусок мяса для тех, кто хоккей любит мясо, это главное. И вот здесь тоже самое главное на протяжении 33 лет оно не меняется. Это вопрос, минуты обсуждения и ответ. Вот это никогда не меняется. Но иногда бывают добавления там все-таки не вопрос, а три вопроса, если они достаточно простые. Или бывает решающий рамп, когда один человек сидит за столом. Ну это тоже введено было ворошилом. Первый раз один человек сидел за столом на моей памяти один в 82-м году. Такой тоже был. Так что а коммерциализация ну хорошо, ну значит вот реклама, без рекламы нельзя. Слава Богу, что рекламы немного. Я поскольку у меня наиболее полный архив из всех архивов но я поделился теперь телекомпания игра тоже такой же полный архив как у меня. Но я записываю все игры у меня достаточно полный архив. Я потом рекламу выкидываю. Я знаю, что реклама вот сейчас в этой серии два раза по 2,5 минут. Это не так уж много на час. 5 минут на час не много. Для этого разбивка. Еще пожалуйста вопросы. Да, девушка. Александр Абрамович вы на протяжении 20 лет как блестящий играете. Откуда? Откуда вы берете ваши знания? Понимаете, на самом деле ну как знания берет Вассерман. Вот да, кстати, часто задают вопрос кто умнее вы или Вассерман? По-моему вопрос однозначно. То есть вот ответ на этот вопрос однозначно. Конечно, я умнее потому что у меня двое детей а он асексуал. Вы знаете, да, что такое асексуал? Что такое асексуал? Человек, который ну грубо говоря не живет половую жизнь. Он дал за руку там на спор поспорил в 17 лет и вот с тех пор и до этих он этот за руку выдерживает. Ну, молодец. В результате получилось то, что получилось. Он знает он знает много и то, что знает Вассерман мне даже страшным снег лисниться не может. Но вот если он не знает а знать все невозможно знать все невозможно знание человека даже очень обширно и ограничено вот если он не знает он никогда не сообразит сразу. Если подумает то может чем-нибудь придумать. но она соображается на минуту. А у меня другая история я действительно ну я не могу пожаловать что я знаю много но на самом деле я это описываю для себя так ну вы уже поняли что я очень любопытный ну пошел посмотреть как снимается чей-лини и всю жизнь себе поменял я я помню я помню только то что мне по какой-то причине любопытно а поскольку мне любопытно многое то кажется что я много знаю и много помню но я опять же надеюсь что вот обладаю умением вместо того немногого знания которое у меня есть родить вместе с коллегами по команде что-то новое знание что никогда не главное главное именно умение взаимодействовать умение рожать в коллективе новое знание умение пользоваться своим небольшим знанием но анализ синтез логическое мышление взаимопонимание в команде это те качества которые необходимы игрокам так что знаю я не очень много но тем не менее произвожу впечатление зонтарга пожалуйста не волнуйся вот я задал задал вопрос я уже задавал вам я сказал Романку Розовскому я согласен вопрос он встречал да можно ли использовать наказание питье для воспитания детей питье питье я согласен я полностью согласен вы знаете как я с ним не полностью согласен я считаю что ну как вообще с ребенком надо договариваться с ребенком надо договариваться но все пожалуйста что стоишь засмаркан с ребенком надо договариваться ну вот давайте вы здесь все молодые люди подумайте про себя всегда ли с вами можно было договориться вот подумайте просто сами про себя у меня есть некий опыт да вот я и старшую и младшую бил ровно один раз каждую ровно один раз каждую одной подзатыльник и второй подзатыльник каждый в свое время после этого мы смогли договариваться и все остальные жизни договаривались при том что я к ним относился как к личности ну начиная с вот прихода из роддума но бывает ситуация когда просто ну вот как если я ей не дам подзатыльник я просто тут же умру инфаркт инсульт или еще какие-то вещи а она это не понимает и вот в конечном счете нарастает момент когда приходится дать подзатыльник ровно один раз я дал одно и второе больше до этого не доходило все остальное мы договариваемся если получается без этого лучше без этого но если надо надо на это пойти да пожалуйста я бы хотела узнать вот вы раньше принимали участие в программе своя игра да а сейчас я вас к сожалению не помню вижу и могу интересоваться почему можно значит смотрите какая история существует такое тяжелое понятие как лицо лицо канала я могу себе считать вот лично я себе считаю лицо телеканала 100.TV питерского которого слава богу здесь никто не видит однако у Константин Львовича Эннста на сей взгляд другая точка зрения не совпадающая с моей меня почему-то считают лицом первого канала то же самое не знаю к сожалению кто там на четвертого на АНТВ начальник они тоже считают и вот это такая дурь вот эта война каналов когда здесь там танцы на льду а тут ледовое побоище да еще в одно и то же время и мириться сами знаете чем но вот вот такая вот как сказано в одном втором хорошем фильме хлеб с солью психозу этого вот такая история поэтому ну вот допустим последний раз я играл в свою игру был недавно совсем в девятом году кубок пятнадцатилетия я играл я все-таки решил туда я с трудом упросился у телекомпании играть ну там просто прецедент давний ворошилов просто отпускал вот ворошилов сказал играй и с тех пор вот я спекулирую на памяти ворошилов когда очень надо отпрашивать я играл в губке пятнадцатилетия сыграл две игры первую игру выиграл вторую проиграл но я очень пошел как раз найти все-таки для себя вот тот ответ который на вопрос который я только что озвучил я ни разу не играл с Восерманом в своей игре мне было очень интересно с ним встретиться но так получилось что Восерман проиграл дальше меня а дальше мне уже было неинтересно я был не очень мотивирован между нами девочки мне говорят денег я все равно бы не получил потому что я ну там большие несчастья с Володей Молчановым это наш товарищ по клубу что никогда у него и цель тяжелый я сказал что если ребята не дай бог какие-то деньги выигрывают все деньги пойдут ему ну и дай бог вот и ну как бы тут все-таки не такая же мотивация даже плохое дело ну все-таки когда деньги себе играешь лучше чем когда благотворительность то есть ну что таится то плюс еще и вторая богущность ему сыграть с Восерманом исчез поэтому я как-то там расслабился и меня обыграет но деньги тех которые я выиграл были отданы Володе Молчановым вот если будет еще один юбилей если я буду в силах я снова скажу но в принципе один канал не благоволит к тому человеку который ходит на другой смотри Максима Галкина на этом на Россию еще вопросы да скажи пожалуйста почему нет магистров женщин тяжелый вопрос на самом деле понимаете ну как я могу объяснить почему вот все магистры какие только есть а они магистры не потому что они хорошо играют а потому что они еще занимаются много кое-чем и оказывают влияние на судьбу игры понятно да девочкам какого возраста не будет девочкам девочкам есть чем заниматься кроме понятно да ну вот там можно там расти детей а не заниматься развитием интеллектуального движения во всем мире что лучше естественно лучше это самое естественно лучше расти детей это выгоднее со всех ключевых зрений но мужики они двигатели прогресс вот просто если обратили внимание Фетер у нас 2-й после меня посол он очень сильно претендовал 5 лет назад на магистр но ему не дали ровно по той причине потому что он приезжал отыграл сделал ручки и пошел то же самое в Питере пришел на турнир отыграл сделал ручки и пошел или не пришел вообще такие вещи надо нести свет массы и так далее женщинам есть чем заниматься хотя конечно нести свет массы с женщиной вместе гораздо лучше интереснее не на по всякому случае прошу да я так все перед собой может кто-то справа сливал ну хорошо да 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 ну вы знаете у меня как-то само получил я не знаю что со мной родители делали я могу сказать что я делаю с детьми я очень рано начал им читать и вот ни один вопрос не оставался без ответа сначала я сам отвечал потом когда они стали задать вопросы на которые я не мог ответить мы с ними сами вдвоем находили втроем находили ответы на этот вопрос а потом уже когда они обучились этому они стали сами это делать и тем самым развивать свой интеллект ребят значит интеллект развивается не тогда когда ты заучиваешь а когда ты разбираешься вот если тебе вокруг что-то интересно и ты ну вот не понимаешь да вот у меня с детства был вопрос вот никто не задумывался как китайский ну очевидно что здесь есть специалисты по китайскому как китайцы печатают напишущие машинки тяжелая история много лет как бы не мог найти ответ на этот вопрос потом в конечном учительном суде вопрос не остался без ответа они печатают латинскими буквами они просто ну как звукописью печатают да свои ролики просто набирают набором латинских букв именно напишущих машинках на компьютер там уже другая история там уже можно все сделать ну вот я задумался и долго думал действительно мне было интересно пытался разобраться там ну это такой предельный случай а в принципе если вы что-то видите вокруг себя старайтесь задумываться старайтесь разбираться старайтесь кромальную услугу расскажу преподавателя не вижу есть или нет а есть конечно даже если вам преподаватель что-то сказал не стесняйтесь не поспорить ну или хотя бы внутри себя Внутри себя поспорить, да, там, ну, есть разные преподаватели, есть преподаватели, которые они любят, и ставят двойки, потому что с ними спорят, но попытайтесь поспорить хотя бы внутри себя, и посмотреть, брак преподавателя или нет. Это помогает развить интеллект. Да, прошу. А так, секундочку, у нас левый край. Да, прошу. Здравствуйте, Козлов Алексеевна, ВМЛ. Итак, сегодня я встал больше, чем обычно, и пришел на первый семинар, опоздал на второй семинар, не пошел на лекцию по философии, и я посетил практически только английский язык. Я взял учебники и тетради по каждому языку, а также этот предмет. Кто находится в черном аппете? Охрана, выведите двоечника из зала. Прошу. Да. Здравствуйте, Афимова Ратьяна, товарища. Хотел спросить, если, с кладбиром, помните ли вы свой первый вопрос, на какой вы относите века, и, если можно, какой вопрос за всю вашу длинность, на первую карьеру, забавок вам в душу? Значит, понимаете, какая история? Свой первый вопрос я, конечно, помню. А как, так сказать, как отвечают вот все творческие люди, да, мой лучший вопрос, мой лучший вопрос еще впереди. Это естественно. Со второй частью закрыли. А что касается первой части, значит, это было на самой первой съемке, на самой первой игре. Тогда играли тройками. Две тройки составляли шестерку. У меня была замечательная тройка. Нас, молодых пентиков, мне, Никита Шенгина, подобрал Александр Сиренович. Игрок, тогда он был старейший член телевизионного клуба, вроде как-то. Говорит, мы играем. Игрок носит на стул некий поднос, на котором лежат разноцветные камешки. Дальше у нас, говорит, телезритель такой, ДСК, Макур, спрашивает, как вот эти предметы, какие отношения эти предметы имеют к его родному городу. Ну, и там дальше начинается какая-то дискуссия, но, ребята, никто, кроме меня, не догадался эти камешки потрогать. Когда я их потрогал, оказалось, что они очень легкие. То есть, это, скорее всего, они искусственные, но разноцветные. Ну, и этого было достаточно, чтобы придумать, что, поскольку они искусственного происхождения, скорее всего, это смальта, ну, искусственное происхождение, цветные смальта, это материал для изготовления мозаики. То есть, стекло варят, дальше полируют, оно становится разноцветным, используют для мозаики, а мозаику в России возвратил Михаил Васильевич Ломоносов, который был уродом, искал Макуров. Вот, как-то так. Правда, отвечать мне не дали, отвечал Никит Шарьев. Может быть, поэтому я и запомнил, что мне было обидно. Я придумал, отвечать далее не мне. Так, прошу, да, еще три вопроса, включая ребят. У меня на связи с прошлым годом была встреча с Рашаном Аскером, но он сказал, что... Здесь. Да, здесь, в нашем интернете. Он сказал, что важным атрибутом для успеха в игре, некое вдохновение, к нему приходит, если в команде есть девушка, и он как-то испытывает некую влюбленность, и это помогает ему отыграть. Если нет, у вас какой-то способ. Врет скотина, это он к вам клеился. Значит, насчет моего отношения к игре женщин. Кстати, это у вас второй вопрос. Он не феминисткая сейчас? А то было бы очень жаль, симпатичная, а феминисткая. Вот, теперь уже я к вам привезу. Значит, тема такая. Есть кое-где в интернете есть информация, что я считаю, что женщин в команде быть не должно. Это неправильно. Я считаю, что в идеальной команде женщина должна быть. Но не очень многое. Вот, Валентина Ивановна не даст соврать, что чисто женские команды, это по нотику печаль. Я понимаю, я понимаю. Но лучший результат у тебя был не когда ты играла в парнюю коллективом, а когда ты играла в смеши. Это ты мне поверь, у меня все ходы записаны. Нет, просто были случаи, когда периодически вдруг в уголову вступают, в семашнюю группу, и сзади, позвать одних детей там, тринадцатилетних. А потом-то все наканчивается слезами. Или позвать одних тюрек. Ну, там тоже на них приятно посмотреть, но кончается это как бы... Как-то потом эти команды долго не выживают. Неважно. Одна женщина должна быть. Ну, может быть, две. Зачем? Женская и мужская психологии разные. Почему? Это я сказать не могу. Возможно, это связано с физиологией. То, что физиология разная, это все понятно. Вот то, что называется женская логика, это очень мощное средство. Когда его в меру и хорошо использовать. Ну, самый простой пример. Вот играли с Ирой Вентилен, да? Сдает вопрос, она вдруг откуда-то, непонятно откуда, отвечает на уровне интуиции. А кто это позволил, если не секрет? А я не знаю, поэтому я отрубил. Это... Ну, у меня два телефона, питерский и московский. Еще не хватало, чтобы я в ролинге разговариваю. Нет, тут 833, это что такое? Кто знает? Код 833. Типа... А, это Гиров, все понятно. О, сейчас, все. Я доотвечаю. Понятно. Вот на уровне... На уровне... Да что ж такое? На уровне чувств... На уровне... Так. Раз, раз. Отлично. Буду держать. На уровне чувств она сообразила быстрее, чем... Она почувствовала быстрее, чем мы могли сообразить. Но есть такие вещи, которые женщина в команде просто вот сообразить не... Вот она говорит, вот думать, она не сообразила. Почему я против женских команд? Вот их 6, они сидят и в год думают, и все равно не сообразят. Потому что это, ну... 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 Слушай, ну давайте мы с тобой сядем, я тебе покажу твою игру какую-нибудь. Там есть за... Ну вот несколько этих самых, я тебе покажу. Ну, о чем? Понимаешь, это... Я действительно за базар отвечаю. Поэтому... Ну как, ну... Они незаменимы, потому что, ну как, ну вот есть моменты, когда-то мужику не догадаться. Он будет 10 лет думать, а они быстро соображают, чувствуют. Плюс к этому еще одно важное. Когда мужики, как всегда, начинают упираться рогами, в женщинах команде очень главная и очень важная функция. Мальчики, вы все талантливые, вы все умные, вы все замечательные, давайте поработаем на общую корость. Ну, всегда это получается в любом коллективе. Поэтому женщина, с одной стороны, ну вот такая смазка, без которой, ну, механизм не работает. А с другой стороны, она прикрывает очень важный участок фронта. Своей вот этой женской воли. Еще два вопроса. Да. Вы считаете лучше, когда-то передача «Что ты когда?» и второе вопрос, что самое важное новое есть? Понятно. Знаете, есть такой анекдот про Иегути Минухина? Конечно. Про то, как у него спросили, кого он считает лучшим скрипачем. Не так, не кого он считает лучшим скрипачем, а какое место он занимает в связи с скрипачей и людей. Он сказал, что я второй. А кто будет тогда первый? Ну, этих-то много. Вот примерно так и как. Ну, я второй, а кто лучше? Этих много. Если вас интересует лучшая команда, я могу ее назвать. Лучшая команда, она, опять же, не без моего участия, это команда синего. Образца 86-го, 7-го, ну, 85-го, потом 90-го периодически. Собирались. Команда Сиднева в составе Сиднев, капитан, Сергей Пестов, Леонид Владимировский, Олег Долгов, Никита Шангин и Александр Грущ. Эта команда действительно самая сильная. Вторая за ней, пожалуй, что команда Блинова в ортодоксальном составе. Ну, вот, Блинов-Гвинятин, Котля, Гантеля, Бас. Ну, и я. А он наоборот. Ну, а так, по мелочи, еще тоже достаточно много хороших игроков. Что главное в жизни, вы спросили? Главная ценность или главная, вот, цель? Цель. Цель. Остаться человеком. Слишком много соблазнов. И, в принципе, по молодости все понимают, как поступать правильно. Вот, если вы к старости не предали идеалу молодости, то вы цель свой достигли, на мой взгляд. Последний вопрос. Да. Верующий человек, вы говорите, что ваше отношение к великим? Это два вопроса. Значит, смотрите, да, хорошо бы понять, что договориться, что мы понимаем под термином «верующий человек» и что мы понимаем под термином «религия». Значит, вот, мое отношение к этому следующее. Я верю, что есть некое, что есть нечто, есть нечто, что не дает этому миру пропасть, несмотря на все наши усилия. Что это нечто? Каждый для себя понимает по-разному. Это можно назвать Богом, это можно назвать вселенским разумом. Какие-то одинцы, извините. Видите, я сейчас выхожу. С главного, да. Как раз я, видите, подъехал, видите, как удачно. Итак, есть нечто, можно назвать это вселенским разумом. Можно назвать это Богом. Можно назвать еще как-то. Но, по-моему, это точно есть. Иначе бы наши всеобщие усилия по уничтожению того мира, в котором мы живем, выключились по успеху. Это первый ответ на ваш вопрос. Точнее сказать, это ответ на первый ваш вопрос. А второй вопрос. Так вот, если это нечто есть, я предпочитаю с этим нечто общаться без посредников. Понятно. Спасибо вам большое.